Привет, друзья! Мы находимся в Климовске, где проходят соревнования, посвященные Дню Народного Единства. Это стрельбище ЦНИ-ТОЧМАШ. ЦНИ-ТОЧМАШ – это Центральный Научно-Исследовательский Институт Точного Машиностроения. Здесь очень большое стрельбище дистанцией несколько километров. И оно позволяет использовать абсолютно любое оружие, включая гранатометы, снайперские винтовки и крупнокалиберные пулеметы. Но нам предстоит пострелять из пистолетов, карабинов и, конечно же, ружья. Матч организован Федерацией практической стрельбы и предполагает участие в восьми команд. Это как профессиональные команды, так и любительские. Участники проверяют свои способности в ружье, пистолете и карабине. Для этого построено несколько упражнений. С них все и начинается. День Национального Единства по определению должен объединять. Поэтому здесь представлены как профессиональные стрелки, так и военные, конструкторы и производители оружия. Поэтому и сами упражнения были не слишком сложными. За исключением может быть карабины, где требовалось стрелять на дистанцию 100 метров из не очень удобных положений, вывешиваясь сбоку от декораций. Здесь также не было строгого разделения по классам. Каждая команда использовала то оружие, которое приблизительно соответствовало назначению. То есть карабины соревновались с карабинами, а пистолеты с пистолетом. Поэтому у спортсменов могли оказаться по полной программе подготовленные карабины, а у военных простой автомат Калашникова. Но никого сильно это не смущало, потому что в данном соревновании на первом месте стояли не кубки, не медали, а просто возможность вместе провести стрелковый праздник в этот снежный ноябрьский день. Самой интересной частью этого соревнования была стрелковая эстафета. Она проводилась по следующим правилам. Две команды выстраиваются на старте. Перед ними располагаются две одинаковые группы мишеней, а оружие лежит на стрелковой позиции в полностью разряженном состоянии. Каждая команда получает эстафетную палочку, фляжку, которую должна передавать следующему стрелку. По стартовому сигналу стрелок быстро подбегает к позиции, берет свой вид оружия, заряжает его и поражает ту группу мишеней, которая специально подготовлена для этого вида оружия. Перед убеганием каждый стрелок обязан полностью разрядить свое оружие. Первым начинает ружье. Стрелок обязан поразить тарелки, которые располагаются на дистанции 8 метров. Затем быстро возвращается с эстафетной фляжкой к тому, кто должен стрелять из пистолета. Пистолет поражает попперы на дистанции 12 метров. За ними стреляют карабины на 50 метров. После того, как участники команды, стреляющие из карабина, поразят все свои мишени, они должны передать эстафетную палочку последним участникам эстафеты. Это члены команды, стреляющие из пистолета. Для них остается всего по одной мишени. И тот, кто первым поразит свою мишень, принесет команде победу. А поражение приводит к выбыванию команды из соревнования. Несмотря на самую дружескую атмосферу, на стрельбище кипят нешуточные страсти. Кто-то волнуется, кто-то кричит, у кого-то трясутся коленки. А некоторые настолько суетятся, что просто забывают свою эстафетную палочку. Эстафета захватила всех, и зрителей, и стрелков. Нам надо почаще организовать такие классные соревнования. А теперь давайте посмотрим финальную дуэль между командами «Молот-1» и «Молот-2», которая проходит до двух побед. Перед нами Юрий Николаев. У него помповое ружье. Оружие он заряжает раздельно. У него не магазин, а каждый патрон заряжается отдельно. Из-за этого он немножко запаздывает. Передает эстафетную палочку следующему стрелку. Мы видим, что расстояние между спортсменами увеличивается. Сейчас приходят стрелки, стреляющие из карабина. Справа многоопытный «Орлов», а слева немножко менее опытный «Романов». Да, расстояние между стрелками увеличивается еще больше. И команда «Молот-1» заканчивает намного раньше. Впереди второй раунд. Команды поменялись сторонами. Теперь Николаев справа. Начинают одновременно. Но мы видим, что Николаев заканчивает даже раньше, несмотря на то, что у него помповое ружье. Пистолетчики приходят почти одновременно. Но команда «Молот-2»... Нет, все заканчивают одновременно. Теперь время карабинов. Мы видим, что «Романов» побеждает в этой дуэли. И слово за последними стрелками. У стрелка слева упала фляжка. И он дал шанс выиграть команде «Молот-2». Что ж, счет сравнялся. Опять помпа против полуавтоматического ружья. Тут помпа сильно проиграла. Да, теперь этот гендикап будет наверстать сложно. Стрелок справа. Можонок закончил намного раньше. Ну, теперь только чудо поможет команде «Молот-2» выиграть эту дуэль. Ну, чудо не случилось. «Орлов» не пропустил ни одной мишени, не сделал ни одного дострела. Дав партнеру по команде возможность спокойно завершить эту дуэль и этот матч. Этот матч получился очень душевным. Матчи, организованные в День национального единства, являются начинанием Дмитрия Рогозина, одного из самых видных государственных политиков в нашей стране. Но, несмотря на это, не было совершенно никакого пафоса. Чем не народное единство, когда вместе собираются и военные, и гражданские, конструкторы, и простые энтузиасты? Я надеюсь, вам видео понравилось. Подписывайтесь на канал и увидимся снова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok